Дорожка в зале Прелесть беговой дорожки в том, что она может думать за вас. Здесь есть разные программы. Они позволяют быстро скинуть лишние килограммы или выбрать другую цель и медленно, но уверенно идти к ней. Например, вы можете выбрать тренировку бег по холмам, где сами определите угол наклона, скорость и перепад высот. Никаких сюрпризов. На улице травмы случаются чаще из-за неправильной беговой поверхности. Это бетонные плиты или асфальт неровный. Ну и кроме того, банальная невнимательность спортсмена. Он часто попадает в ямы или мешают корни деревьев. С другой стороны, постоянно меняющийся ландшафт обеспечивает разнообразную нагрузку на ваши ноги и вообще все тело. Наталья Новикова занимается бегом 32 года. Тренируется на свежем воздухе три раза в неделю, не меньше часа. Самые главные плюсы бега на улице – это свежий воздух, сосны, ели. Это оздоровление не только бегом, но и оздоровление свежим воздухом. Сейчас Наталья готовится к шестидневной эстафете «Бег мира». Старт 11 мая в Симферополе. Далее Евпатория, Севастополь, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия. Финиш в Керчи. Организаторы прокладывают удобный маршрут, чтобы бег приносил удовольствие, а не травмы. Но идеальной и комфортной беговой поверхности недостаточно. Нужно позаботиться об экипировке. Главное, на что стоит обратить внимание – это кроссовки. Важно, чтобы они подходили для бега и их было много. Например, у Илоны Барвановой больше 20 пар. Для бега по асфальту – обувь с плоской мягкой подошвой. По грунту – с более жесткой. Для пересеченной местности надевают с очень жесткой подметкой. Вот эти у нас, как чешки-балетки, они у нас чисто для того, чтобы, может быть, зайти где-то на татами, размяться. Нету никаких систем, никаких поддержек. Плюс резина, которая ногу парит, если долго в них заниматься. Ну, приведет к плоскостопию однозначно. Точно так же, как и эти. Они, конечно, модные, стильные, но для бега это противопоказано. Тем не менее, комфортный бег может быть даже без такой тщательной подготовки. У любителей скорость ниже, чем у профессионалов. Поэтому все различия в поверхности уходят на второй план. Антонина Шитова, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.